Объехали полстраны, но такого, говорят участники автопробега, еще не видели. Ольга Абукова много лет передвигается с помощью костылей, но всю жизнь, говорит женщина, обожала плавать. Вот только получалось это в последнее время лишь в бассейне. О купании в реке на свежем воздухе только мечтала. Первый раз видим такой доступный пляж. Мы в восторге. Мы завидуем. По-доброму завидуем, как правильно сказать, самарчанам, да? Самарчанам, инвалиды, которые могут попасть вот и поплавать в Волге, насладиться. Здорово, здорово у вас. Продумано все здорово. Мечта стала реальностью благодаря специальному креслу для купания маломобильных граждан. Пока это экспериментальная импортная модель здесь в единственном экземпляре. Кроме того, есть и специальные плавательные матрасы. С их помощью купание также становится более доступным. Но работает весь этот механизм, конечно же, благодаря человеку. На протяжении всего дня с 10 утра до 8 вечера людям помогают волонтеры. Мы пересаживаем людей с инвалидного кресла на коляску, которая может спускаться по воде. И предоставляем шезлонги, чтобы отдыхающие приходили и могли, ну, было больше удобства для них. Хочется помогать людям общаться с ними. Кроме того, на специально оборудованной площадке есть раздевалка, душ и туалет. А спуск к пляжу оборудован специальным пандусом, который участники автопробега, также опробовали. Ну, вот такие объекты, как мы сегодня, вот посмотрели пляж. Это очень важно для нас знать и видеть, поскольку такой опыт, он должен быть перенят другими регионами. Данный пляж, он нас, так сказать, потряс, поскольку это реально, а сделано по всем международным стандартам. И очень приятно, что такой вот объект имеется в Самаре. Пляжей для маломобильных граждан в России немного. В администрации Самары скурпулезно подошли к его благоустройству. С момента открытия 25 июня все замечания и пожелания будут вносить в специальную тетрадь. В планах также оборудовать и другие спуски. А участникам автопробега предстоит объехать еще несколько городов и оценить их успехи. Павел Баймаков, Екатерина Шишмарова, Станислав Левин. События.